Самый лучший вклад – это вклад в своих детей. Вот то, что сделал покойный Абдулманап и Мандаласан, да. Он вложился в своего сына. Никогда не было мысли, что в какой-то момент надо будет отойти от дел и что тогда делать? Основной риск этой работы, которую они делают, он лежит на них. Они рискуют своей жизнью, выходя в октагон, грубо, да. Я хотел еще с вами поговорить о Абдулманапе Нурмагомеде. Вы были при жизни знакомы с ним? Да, Абдулманап был знаком. Сергей, он тоже сам по себе парень спыльчивый, это он сейчас там остыпенился. Зарплаты у вас какой-то нету, да. Бойцы могут вам что-то заслать с гонораром, могут что-то не заслать. В итоге бойцы себе там покупают, ну, условно, дома машины, а тренер остается как-то в тени. Хотя тренер же тоже большой вроде вклад вносит в карьеру бойца. Все-таки вот ММА – это спорт одного человека или это командный спорт? И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Алимбет. Лучшие линии на UFC, Беллатр, Эйсей, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Алимбет. Для тех, кому всегда мало. Была ситуация, я так понимаю, какая-то дележка, ну, условно, ММА власти в Казахстане. Я часто про это слышал, что вам либо аккредитацию не давали, либо что. И вы говорили про федерацию боевого спорта. Можете поподробнее рассказать, что происходит именно с какой-то бюрократической стороны, что ли, с ММА в Казахстане? Какие проблемы возникают, я понимаю, у вас тоже. Эта ситуация, она была. В 2000-м. В таком это было, да. Мы поехали уже отдельно от федерации Аймафа. Мы тогда разделились. Это был какой год? Я вот боюсь ошибиться. По-моему, в 2018 год это был. В 2018 год, где Багдад стал первый раз чемпионом мира. Потом это был 2019 год. Потом в 2020 год был ковид. И в 2021 году он стал трехкратным. Это был 2018 год. Это у нас, в общем, случилась такая ситуация. Главная федерация, это вот в Астане в то время был такой Ким Анатолий. Было собрание, где присутствовали практически все ММА-сообщества, которые в Казахстане были практически, да. Даже, по-моему, Ахмат был там. Этот Алаш Прайд тоже был, Данияр, по-моему. Все там были. И вот тогда вот начался вот разговор о полном слиянии всех федераций под общим руководством Анатолия Кимова. И когда такой разговор пошел, ну, не знаю, я встал и сказал, что я не согласен с этим. Почему вопрос? Ну, я не согласен. Почему? Потому что они говорят, мы вас откроем типа как филиалы. Я им начал задавать вопросы. А как вы можете открыть нас как филиалы, если у нас финансирование с области идет? Не вы нас финансирует, а финансирует своя область как бы, да. А филиал это подразумевает прямое подчинение. Я говорю, ну, это как бы неправильно это. На таком разговоре мы, в общем, получается, мнение разделились у нас. И такую же точку зрения начал придерживаться Сандек. Он тоже стал, высказался, говорит, я тоже не согласен. И как бы это, ну, тоже не есть правильная, как бы, ситуация. Потом Ахтау, вот Нурбек, Харабала тоже тогда, они в Ахтау еще были. В общем, короче, вот, получается, три или четыре западной области они отошли от федерации Аймаха. Мы начали самостоятельно двигаться от панкратиомия. И первый вот чемпионат в 2018 году мы поехали отдельно от них и выступали отдельно. Ну, а потом получилось так, что сам Ким, он, у него начался конфликт тоже с этим, в то время вот, еще М1 был, этот, Вадим Фелькенштейн. С ними начался конфликт. И они, в общем, тоже в своей сложности как бы образовались. И Вадим его отодвинул. Началась, в общем, возня в Казахстане, такая вот непонимание друг с другом. Там друг на друга начали высказываться в соцсетях. И, в общем, приняли решение, ну, я не знаю, там, или Министерство спорта, или там сейчас вот у нас есть Ассоциация Единоборств, Ассоциация Боевых Искусств. Они совместно, в общем, принимаются решения, что меняется руководство этого федерации Аймах. И сместили Кима, получается, и поставили других людей. После чего мы все обратно объединились и начали уже, так бы, да, совместную работу. Это уже, вот, получается, 19-й год. Просто у меня постоянно возникает такое ощущение, когда я, наблюдая за тем, что в казахстанском ММА происходит, что нету какого-то, вот, наоборот, не знаю, ну, не знаю, какой-то вот общины ММА бойцов, и поэтому в каких-то местах вот казахское ММА уступает. У вас нет такого вот ощущения, что, не знаю, больше коопераций какой-то надо, ну, не знаю, просто, чтобы ребята все вместе где-то тренировались, там, поддерживали друг друга. А так, получается, каждый раз такие достаточно разобщенные команды. Я просто знаю, что, ну, не знаю, как здесь происходит, но в российском ММА, например, вот сборная России там всегда вместе тренировалась со всех залов, у них там какие-то общие сборы. Здесь то же самое, или нет? Сборная России. Сборная России, ну, я как понимаю, Россия большая, но народу много там, да, ну, сборная России, ну, сборная Казахстана тоже так же, да, она тренируется сама, ну, как бы, здесь просто жизнь сборной, любительской сборной Казахстана, она отдельно проходит, вот, например, тренировочных сборов или там каких-то, там, допустим, лагерей, профессионалов, это, ну, как бы, разные темы, там, когда-то как-то пытались сделать, начиналом с любителями соединять там туда, что это там, ну, это не дает, да, там, какого-то эффекта, чтобы там что-то лучше стало по качеству. Не знаю, да, из-за этого, наверное, как-то уже отошли от таких тем. А так, ну, нет, почему у нас, допустим, к нам приезжает, мы ездим, я имею в виду сборы, подготовки, там, стартам там разные. Ну, нельзя сказать, что прям так у нас какая-то разобщенность есть. Все-таки, ну, здесь людей не так много, соответственно, живет, тем более там, чего у нас там, 20 миллионов, из них там сколько, и мы, мы. Небольшое, в принципе, количество. Нет, общение хорошее, но, как бы, развитие, да, расстояние тоже это роль играет, да. Кто-то на юге живет, кто-то там, допустим, на западе живет. Между нами там 2000 километров практически. Это каждый день там не налетайся туда-сюда. Я хотел еще с вами поговорить о Абдулманапе-Дурмагомедове. Вы были при жизни знакомы с вами? Да, с Абдулманапом был знаком. Именно у вас, да. Он такой своеобразный, я имею в виду, это вообще не такой человек. Мы с ним встречались сколько, ну, раз пять, наверное, шесть, вот так вот. Когда он в Казахстан приезжал, вот такие моменты были. Вот наш общий друг Сандар Микеевич, с ним он в очень таких дружеских отношениях был. Ну, сейчас он с Хабибом в таких отношениях хороших. И вот, когда Абдулманап прилетал сюда, мы вот тоже ездили, как бы, общались, говорили. Много очень полезных вещей сказал. Соответственно, человек с большим опытом, знаниями. Такие полезные мысли, нужные, такие, как бы, говорил там, действительно, вот, как бы, дает задуматься, как бы, да. Некоторые моменты, да, действительно, там, что было, что, ну, там, в организации в чем-то недопонимание, да. И вот, когда в беседе он говорит, а вот сделайте вот так, типа, и будет. И, как бы, да, понимаешь, действительно, почему нет. И такие моменты тоже бывали, да. Когда о нем говорят, очень часто упоминают вот жертву, которую он все время сделал для зала. Он продал коров, смог в итоге, там, ну, себе организовать зал, в котором как раз потом тренировался Шамиль, Завуров, Хабиб, Нурмагомедов. А было что-то вот по вашей, не знаю, карьере или по судьбе тоже вот, что связано с таким большим, там, судьбоносным выбором, что нужно было выбрать либо, ну, условно, какая-то обычная жизнь и свое хозяйство, либо зал? Ну, не знаю, насчет такого прям, наверное, ну, прям таких жертв, чтобы там прям сказать. Единственное, вот этот зал, в котором мы тренируемся, часть зала, она, как бы, по-долевому принадлежит мне. И я, как бы, эту сторону, свою, как бы, доходы все, как бы, ну, убрал. И просто его, как бы, да, ну, использую, как для подготовки ребят. Мне за него никто ничего не платит, как бы, да, и люди спрашивают, вы, говорят, зарплату получаете? Я говорю, нет. А этот, ну, ребята платят? Я говорю, нет, ну, как, как, как сборишь, они дают там, какой-то свой процент, а так нет никакой оплаты, ничего. А как вы, говорят, живете, работаете? И вот так вот живем. Как получается, вот так и живем. Вот последние вот два года государство начало проводить тендер и выделять нам, там, зарплату, там, командировочную. А до этого дня ничего, вот так и жили. Не знаю, как, вот, действительно, как бы, Бог помогает нам. И как-то выкручиваемся с этих ситуаций. Там спонсоры помогают, то и все. Ну, там, зарплата, как такового нет. Этот клуб, где мы вот сегодня были, и вообще мы как базовый наш клуб «Атлан», он вот с 2000, как вот, с 2010, там, 11-го, вот, как эти ребята, как вот он работает, дай Бог. Вот так это все и продолжается, в принципе, никто за ним, вот, там, где он сам себя, как бы, ну, содержит. Там нет прибыли, ничего, он просто, как бы, здание по возможности мы ремонтируем. И вот то, что те деньги, которые, там, с аренды, что-то мы собираем, мы, вот, на содержание здания, на коммунальное, и вот, кто, вот, уборщицы, сторожа, кто работает, на ихнюю зарплату выходит, там, 700 тысяч тенгер, что ли, в месяц, там, там, вот, мы им раздаем вот это все и все, и вот так этот зал двигается. А так вот, ну, может быть, вот это, если, там, считать каким-то, там, пожертвованием, может быть, это, как бы, да, и... Ну, больше у меня, по сути, ничего нет, там, за большой часть, как бы, такого, что... Я имею в виду материального, да. Никогда не было мысли, что, в любом случае, ну, в какой-то момент надо будет отойти от дел, и что тогда делать? Ну, да, наверное, такие мысли иногда возникают, и в любом случае, ну, не знаю, там, хочется, конечно, чтобы это было позже, да, как можно, да, и... Больше, наверное, на Бога надеяться, что, когда будет это время приближаться, он подскажет, да, что надо делать, да. Ну, а так, не знаю, допустим, я в этой жизни, например, больше другого ничего не умею. Ну, как не умею? Умею, наверное, да, если жизнь прижимет, что-то и будешь делать, там, например, подметать, там, еще что-то, да, там, работать, там, какую-то работу делать. Ну, я имею в виду профессиональное. Раньше я первое, моё, как бы, образование, которое я получал, это было такое техническое образование. Второе образование я получал уже физкультурное образование, как бы, да, и сейчас я в этом направлении практически вот последние, ну, грубо говоря, там, 30 лет работаю с лишним, и я уже не помню, там, честно сказать, там, за первую свою профессию, да, и особо, честно сказать, куда-то возвращаться мне не хочется, да. То, что я сейчас делаю, я в этом, не знаю, насколько, но что-то, мне кажется, я там чуть-чуть что-то понимаю, да, иногда такое есть ощущение, да, не скажу, что я что-то знаю, да, там, ну, не знаю, знать, наверное, невозможно, да. Понимание какое-то есть, да, и хочется, как бы, чтобы это все оставалось, так же, да. Есть тоже вот история, которую мы обсуждали с Серегой Морозовым, он же пришел в ММА из футбола, и футбол это прям такая командная игра, и многие люди спорят, вот, ММА это вообще все-таки спорт полностью индивидуалистов или командный, потому что получается так вот, как вы рассказываете, зарплаты у вас какой-то нету, да, бойцы могут вам что-то заслать с гонораром, могут что-то не заслать, в итоге бойцы себе там покупают, ну, условно, дома, машины, а тренер остается как-то, ну, в тени, хотя тренер же тоже большой вроде вклад вносит в карьеру бойца, все-таки вот ММА это спорт одного человека или это командный спорт? Ну, безусловно, это индивидуальный вид спорта, ну, есть такие моменты касательно подготовки спортсмена, да, тогда его готовят командой, ну, что там, допустим, если связывать с командой? Один человек, он сам по себе подготовится, ему, конечно, сложно, да, готовит его коллектив, выступление его непосредственно, это индивидуальное, да, как, получается, личные соревнования, да, там, как по любителям, если говорить. Ну, наверное, больше, можно сказать, что это индивидуальный вид спорта, но команда играет большую роль в его подготовке, так скажем, это будет вот так правильнее, наверное. А вот история про то, что вы в тени остаетесь все-таки, и, ну, основные какие-то плюшки получает боец, может, вы слышали тоже про историю Фернандо Лопеса, когда он тренировал Фрэнс Сангану, а в итоге он просто ушел, вот, стал звездой, про тренера никто не знает. И я, не знаю, вот, ну, как бы, часто, как бы, ну, такие моменты, наверное, возникают, и мне тоже в жизни, как бы, вот, несколько раз такие моменты люди говорили, вот, почему ты, там, так не реагируешь, или, почему ты так не реагируешь, там, ну, одни говорили, вот, ты, там, типа, чуть ли не дурачок, там, почему, там, там, типа, процент больше не берешь, там, или что-то, или, там, почему ты, там, ну, как бы, ну, свою работу, там, больше не оцениваешь, типа, такого. Ну, ну, не знаю, да, я, у меня воспитание такое, наверное, или что, ну, наоборот, мне, если они, там, что-то, там, приобретают, берут, там, машины, там, мне, там, мне, наоборот, это, радостно, я радуюсь, не знаю, там, чего здесь плохого, я не вижу ничего, не знаю, я, как бы, да, ну, почему у меня нет, ну, я, наверное, такую цель не ставлю себе, просто, чтобы это было, если я думаю, что человек будет такую цель ставить, и он будет искать все причины, чтобы эту, как бы, ситуацию сделать, да, ну, ну, вот этих моментов мне достаточно, да, то, что я, например, сейчас, после, там, там, каких-то проблем со здоровьем туда-сюда, я еще могу работать, там, ходить, там, что-то делать, там, какие-то деньги зарабатывать, там, может быть, что-то, ну, какую-то, там, известность иметь, я думаю, это уже много, по идее, а там еще стремиться, там, какие-то дома, там, машины, ну, чем больше вещей, тем больше за ними надо смотреть, ухаживать, там, относиться, как к этому, зачем себе голову заморачивать этими вещами, да. Не было какой-то мысли, что коммерциализация спорта, она, на самом деле, к его развитию тоже ведет, то есть, условно, если бы вы попрали бы, там, деньги за тренировки, вы могли бы, там, обустроить зал, там, повесить лучшие мешки, условно, там, не знаю, оборудовать, как-то, там, душевые, сауны, что-нибудь вот в этом роде. Ну, знаете, это, мне кажется, это спорный вопрос. Чем больше вкладываешься, тем больше хочешь отдачи на из этого, да, значит, соответственно, да, ты поднимаешь ставки, поднимаешь цену за эти вещи, да, я думаю, все, в принципе, правильно, ты будешь больше денег получать, все там, да. Единственное, мне кажется, во всем этом страдает качество. Почему? Потому что, ну, меняется подход к людям, соответственно. Дело не в том, что, там, я, там, простой, или, там, мне деньги не нужны, или еще, да, бывают такие моменты, что вообще сложности бывают. Ну, вот этот момент, у меня, ну, в группе ребята, которые пришли, они не пришли, там, с богатых семей, там, или не с достаточных семей, там, чтобы у них все, там, было, и они, вот, пришли, там, грубо говоря, там, посмотреть, с чего они стоят. Нет, это все пришли люди, которые действительно, там, они не то, что, там, нуждались, или что-то, у них действительно было тяжело, и у них был какой-то выбор, да, там, что-то сделать такое, чтобы они, там, могли заработать денег. И, допустим, будучи, там, допустим, тренером, что я делаю, например, да, или я какое право имею, например, у них забирать больше того, что они делают. Основной риск, основной риск этой работы, которую они делают, он лежит на них. Они рискуют своей жизнью, выходя, там, в октагон, грубо, да, и вероятность высокая, что они оттуда не выйдут, и если выйдут, возможно, их вынесут. Да, и они рискуют, как бы, они же не моей головой рискуют, правильно, они рискуют своей головой. Из-за этого, допустим, там, говорите им, ты, давайте мне больше денег, или давайте что-то, или давайте, или почему они имеют столько, а тренер имеет столько. Тогда вопрос, а кто такой тренер? Тренер, я обучаю, насколько я, там, могу обучить. Я за это, там, ставлю какую-то, там, допустим, приемлемую, там, цену, да, с чем они, там, допустим, если согласны, они работают, да. И я, если эту оплату получаю, почему я должен, там, претендовать, там, на их, там, машины, дома, там, да. Это они заработали, действительно, своим, как бы, ну, непосредственно своим трудом, и непосредственно рискуя, там, грубо, своей жизнью, да, так скажем. Если с ним, там, что-то случится, я же не буду им, там, допустим, свои деньги отдавать и лечить его, да. Он реально понимает же, куда он идет, да, и что там может случиться, да. Одному Богу известно, что может произойти, да. Он может получить травмы, несовместимые с жизнью. Если совместимые, то он может остаться инвалидом, там, вероятность, это, там, очень большая. Это вилка такая, ты зашел на своих ногах, можешь выйти по-другому, можешь зайти и выйти героем оттуда. Так что, эта ситуация такая сложная, и говорить о том, что, почему там спортсмен так, а тренер вот так. Я думаю, да, тренер должен настолько, как бы, ну, столько зарабатывать, сколько, ну, он, как бы, вкладывается в свою работу. Но не более этого. Почему? Потому что, да, основную работу выполняет все равно спортсмен. Есть у вас тоже какое-то понимание, сейчас, смотря на зал, как раз, школа Абдулманапа Нурмагомедова, строится ощущение, что они построили какой-то вот конвейер. Смотришь на молодых ребят, там, Умар Нурмагомедов сейчас в топ зашел. Усман Нурмагомедов, он стал, там, чемпионом. С Агитой Загахмаев тоже подобрался, там, к поясу One. И вот, ну, все ребята, которые молодое поколение после Хабиба, они, в принципе, сейчас, ну, показывают топ-уровень в ведущих организациях MMA. Я поговорил с Жалгасом и Серегой и спрашиваю, а есть уже какая-то замена, там, для вас в зале? И они говорят, что, не, все еще пацаны сырые. Пока что, вот, ну, там, тех, кто заменит Сергея, там, и Жалгаса, и таких, таких еще, типа, ребят, на данный момент в зале нет. А у вас появилось все-таки понимание, как вот сделать еще одного, там, Сергея, еще одного Жалгаса, ну, тех ребят, которые смогут быть на топовом уровне в ведущей организации мира? Ну, касательно Сергея, Жалгаса, ну, с какой точки зрения они это оценивают? Если они оценивают это с точки зрения, например, топ-тим Америка и тех людей, которые там находятся, ну, наверное, да, но есть и эти ребята, которые, допустим, ну, у нас сейчас находятся, и они идут, и если они, допустим, будут находиться так же, как и они, то, соответственно, они тоже вырастут очень быстро. Это как бы такая ситуация. И, соответственно, касательно Хабиба, ну, что здесь можно сказать? Есть такое выражение, лучший вклад, вклад, сделанный, там, в какой-то бизнес, допустим, самый лучший вклад, это вклад в своих детей. Вот то, что сделал покойный Абдулманаб и Мандаласын, да, он вложился в своего сына, соответственно, да, Хабиб вывел, так скажем, ММА советского, ну, советского вот этого, постсоветского пространства, так скажем, на новый вообще уровень восприятия. И он показал, что есть люди, бойцы, есть школы, которые могут подготовить таких спортсменов. А в дальнейшем, ну, это уже как бы, ну, тем более технический вопрос это, вот то, что вы говорите, там, за ними, там, его братишки идут, родственники идут, это уже более технический вопрос. И почему? Потому что сама мысль, она уже материализирована, что это возможно, людям показали, что это возможно, что можно идти в Америку, выигрывать, забирать эти пояса UFC и нет проблем, как бы, да. И теперь остается вопрос, человек приходит туда, соответственно, он мотивированный, что ему остается делать? Ему остается, соответственно, тренироваться качественно, готовиться, вот, и выступать, и доходить до соответствующих высот, как бы, да. Почему? Потому что у тебя уже есть впереди примеры, и ты не перво проходишь, да. И это все легко уже, намного легче, чем, допустим, это было, там, Хабибу, там, понимание получить, как это делать, отцу ему, да, допустим, какие-то моменты эти, да, они очень сложные были, там, допустим, когда Абдул Манаб, он готовил Хабиба, он же шел в темную практически, да, он там, это так, это так, многие вещи были неизвестные. Ну, опыт человека и, соответственно, его интуиция, они, знания, соответственно, они привели к тому, что Хабиб стал чемпионом. И, а остальные ребята, они уже, ну, Хабиб это уже показатель, пример, да. Грубо говоря, что не знаешь, спросишь у Хабиба, грубо говоря, вот так. Абиб, по поводу интуиции, тоже человек, который вот уже 30 лет в этом спорте, у вас, мы с вами говорили позавчера о том, что приходят ребята, и вы понимаете, что там, они не смогут пахать два раза в день, там, на протяжении недели, уже сразу, да, видите. А есть тоже какая-то вот, какая-то интуиция, когда вы сразу видите по человеку, что, ну, это не его, или наоборот, видите, что вот это парень чемпионского калибра. Сложно это, конечно, так судить о людях, да, зачастую здесь можно ошибаться. Я не скажу, что я там так могу оценить прям. Просто бывают некоторые вот ребята, которые приходят, они действительно, как, ну, они горят желанием, горят своим поведением, человек показывает, что он хочет чего-то достичь. Не знаю, если касаться чисто его такой психологической его составляющей, плюс физической, да, есть некоторые моменты, вот люди приходят, вот смотришь на них, у него структура строения тела, вот, антропрометрия его, ну, прям предрасполагает к бойцовскому какому-то там, ну, например, виду спорта. Да, ну, и внешне вот, ну, как бы, такой более уравнобешенный такой это. Да, вот как бы к таким людям больше, как бы, да, ты располагаешься, что ли, такое понимание больше есть. Ну, хотя это тоже бывает не так, да. Например, Сергей, он тоже сам по себе парень спыльчивый, это он сейчас там остыпенился. Тоже иногда там, допустим, основная масса мухачаев, это, ну, такой более холерический темперамент имеет, да, спыльчивые, часто могут, ну, там, грубо в драку полезть, да, там, как бы, такие моменты бывают. Это тоже, как бы, да, ум, понимание, там, все этих вещей, что нужно, что не нужно, там, как бы, да, и оценка этих моментов. Если человек все эти, успевает все это взвешивать, то, да, почему нет, конечно, да, разные люди. А какие-то случаи были, что человек к вам начинает ходить, а вы ему говорите, слушай, это не твое, лучше не ходи дальше? Да, пару раз было такое. А что делали люди, или как вы это понимали? Ну, прям так глаза, грубо, конечно, не говорили, но обычно это, как бы, такое ситуация, это, ну, садись с человеком и более такой мягкой форме, так, по ходу беседы ему пытаясь объяснить, что, ну, нежелательный ему этот вид спорта, потому что там могут быть такие, там, вот такие последствия, как бы ему подводишь к тому, чтобы он сам, как бы, понял это, да, и согласился с этим, да. А моменты, когда, наоборот, у вас было какое-то огромное разочарование, вы видите Суперпроспекта, потом, ну, вот, не знаю, не хочет он, или, не знаю, у него что-то уже, в итоге не получается, не может совместить, не знаю, работу с тренировками. Ну, да, такие парни есть, и они и сейчас есть, здесь вот есть пару ребят, как бы они сами, они очень талантливые ребята, сам талант, понятие это, ну, человек родился такой, вот у него все эти, как бы, параметры, там, ну, так скажем, если параметры, там, спортсмена, бойца, там, они все у него присутствуют, при этом вся его, как бы, физическая составляющая, его психологическое состояние, все только-то тоже соответствует, но человек-то аневоции не хочет, ему вот объясняешь, слушай, у тебя все есть, в принципе, ты можешь стать звездой, там, ну, серьезного, там, уровня такого, да, но он говорит, а я не хочу это, или мне это не нужно, там, типа такого, ну, один, два, три раза поговорив, ты понимаешь, что действительно это, ну, не хочет человек, он не хочет тренироваться, там, не хочет себя напрягать, оно у него и так получается, да, зачем это, да, а ты ему объясняешь, что этот уровень, на котором у тебя все это получается, это вот здесь, а ты хочешь, чтобы, ну, все это точно так же, ну, там, допустим, это, там, на мировом уровне происходило, он говорит, да, ну, в принципе, интересно, ну, мне это не нужно, ну, как бы, и тогда, что остается, ладно, соглашайся с ним. Я когда с Богдатом тоже общался, он рассказал, что когда только пришел в зал, он же, ну, во-первых, меньше всех остальных ребят, он выступает в 52 килограмма, во-вторых, он пришел поздно, что у него не было опыта, что он долгое время, там, с девушками, там, стоял, тренировался, там, с молодыми ребятами, я сейчас заметил, что вообще девушек нету в зале, вы просто как принципиально уже перестали треновать, или просто некого? Ну, как сказать, вообще, ну, девушки, я не знаю, у нас в Ахтубе мало, допустим, кто там прям такой интерес проявляет к ММИ, там бывает, что там какие-то девушки там ходят, там по Панкратиону, там, кто готовится, когда в зал приходят, там, тренера приводят их, да, там, вместе с ними, там, тоже присутствуют, тренируются, так мы, в смысле, разрешаем в зал девушкам приходить, да, но у нас лично в группе нет, как бы, такой практики нет, чтобы девушки, там, профессионально выступали у нас. Ну, то есть, именно потому, что не приходят сами? Ну, да, можно так сказать, да. Я тоже не знаю, насколько корректно, я вот сегодня, когда с вами тренировался, ну, и до этого тоже замечал, что у вас на руке татуировки, не знаю, насколько корректно, можете про это спрашивать, а можете рассказать, что за татуировки, то, что не очень понятно. Да, на руке эти татуировки, они, это, так скажем, ошибки молодости, так скажем, вот, общепринятое такое выражение. В основном они были сделаны в армии еще, да, тоже был какой-то момент, наверное, как бы неправильной оценки всего этого, там, хотелось какой-то брутальности, и вот, да, и вот какие-то там, допустим, вот эти татуировки попали на руки, вот так, ну, какой-то смысловой нагрузки они несут? Нет, там, никакого смысла нет, в то время это был смысл, да, сейчас какой может быть смысл просто этого, как бы, да, шалости, молодости, так скажем, лучше бы их не было, конечно. Спасибо, обед. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира MMA, на наш Instagram, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш Twitter для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс.Зен. Мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова